К десятилетию общественной организации «Дорогою добра» проект «Особенная история». Родители особенных детей о людях, которые им помогают, и непростом пути, который они проходят вместе. До двух лет просто боролись за жизнь. Сразу, когда он родился, было понятно, что будут проблемы. Будет задержка в развитии, что будут какие-то нарушения психического развития. Но гром ударил вообще в другое место. Он у нас 4 месяца начал задыхаться. Татьяна Олина. Мама Ильи. Стала развиваться кардиомиопатия. Это сердце раздувается, как воздушный шарик. То есть оно не справляется с нагрузкой, качает, качает, но и в результате любой воздушный шарик не может раздуваться бесконечно. В реанимации пробыли, наверное, дней 5. Вызывал меня главный врач. Сказал, что надежд вообще мало. И что если вы, как родители, хотите снять с себя груз ответственности, что вы сделали все возможное, поезжайте в Москву. Вот есть такой вариант. Но тоже так. Надежд не питайте, потому что все очень плохо. Особенная история. Никто в Илюшу не верил. Не верили, что он будет жить. Потом не верили, что он будет ходить. А он пошел у нас в 5 лет. Я сама даже не загадывала, что мы пойдем в детский сад. Про школу я вообще даже не мечтала и не думала. Как вот нам невролог в Москве еще сказала сначала. Ребенок у вас, как инопланетянин, у него вообще все там так интересно. Набирайте, говорит, планету, с которой прилетел он к вам. И с тем и живите. Ну вот мы с тем и живем. Подлатали его немножко так сначала. Подремонтировали. Сейчас вот общий язык учим, о чем все находить. Он не разговаривает, поэтому у нас будет альтернативная коммуникация в руки. Жесты, карточки и прочее. И как-то вот как с инопланетянином, так и разговариваем, находим общий язык. Илюша 10 лет. Он уже несколько лет занимается в Центре поддержки семей с особенными детьми. Организацией «Дорога и добра». У Илюши такая особенность. Он все воспринимает очень медленно. Ему надо много раз повторить, чтобы у него засело в памяти. Но вот любовь к музыке без музыки практически не живет. Полюбил цифры, обожает считать. Он вот действительно как инопланетянин потихоньку, потихоньку его к жизни нашей. Вот смотри, смотри, вот это. Вот смотри, смотри, вот это. Он пока больше наблюдатель, но уже ему все нравится. Он пришли на «Дорогу добра», и как-то сразу понятно, что ты попал в свою среду, атмосферу, где ты находишься среди своих. Ну как-то я вот начинаю, если говорить, предположим, с кем-то из родителей или из наших руководителей. Они сразу же понимают, про что я хочу сказать. Им не надо объяснять, потому что они тоже родители. Каждый родитель боролся за своего ребенка, я уверена. Поэтому, когда ты начинаешь об этом говорить, тебя понимают все сразу. У нас у всех одна общая цель. Мы все объединены вокруг своих детей. А дети наши будут детьми все время. Они не вырастут, никогда не станут взрослыми, самостоятельными людьми, как обычные дети. И это вот единственное место, где я хотя бы какую-то перспективу, ну какая-то надежда на будущее своего ребенка я вижу только здесь, больше нигде. Я верю в людей, которые здесь работают. Верю и люблю каждого, потому что это уникальные люди, которые в такой же ситуации, как вот, предположим, я находясь, находят в себе силы, чтобы вот это все реализовывать, осуществлять, строить планы. Здесь, в этих стенах, в этой организации, здесь живет любовь. Она прямо здесь везде в улыбке, когда детей наших встречают, занимаются с нами. Ну и дело, конечно. Тут не только слезы друг другу вытирают. Дело делают. Организация «Дорога и добра» уже 10 лет поддерживает семьи, где растут дети с особенностями развития. Специалисты «Дорога и добра» создают условия, чтобы такие ребята могли учиться, заниматься творчеством, общаться и социализироваться наравне со сверстниками. Сайт организации rordi.ru Напрямую государством центр не финансируется, и без нашей помощи Илюша и другим ребятам не справится. На номер 3443 отправьте смс ступеней, пробел, сумма пожертвования цифрами, например, ступени 100, и обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном смс. Особенная история